Всем добрый день. Дима, я, наверное, вступлю в тебе первое слово, давай. Меня почему-то не видно, не знаю почему. Или меня видно? Мне нет. О, боги. Хорошо. Сегодня целый день проблемы с техникой. Я хочу представить Марию Миронос, Машу Миронос. Ну вот, у нее будет тема стритейлинг, у меня будет тема нетворкинг в библиотеке. На самом деле, авторов курса, ну такие основные авторы, которые тянут курс двое, это Маша Миронос и я, Дмитрий Дворецкий. Я постараюсь что-то сделать с видео, но не обессудьте, если видео не будет. Не знаю почему, сегодня такой день какой-то дурацкий. Вот, у нас довольно сложная, объемная презентация. Она состоит из трех блоков. Так, значит, первый блок есть мой, нетворкинг, второй блок стритейлинг и третий блок мы расскажем как раз о нашем курсе. И я прошу всех оставаться до конца. Вот, в конце мы сбросим вам материалы по двум темам, ну там по пять книг, там книги, ссылки, вернее, ну как название роликов, которые можно посмотреть, ознакомиться по нетворкингу и стритейлингу. Также мы сбросим программу курса вам, ну и это все будет в презентации. Сейчас я хочу у вас уточнить такие организационные моменты, коллеги. Может быть, я говорю, вы меня не слышите, потому что реакции пока никакой. Если у меня хорошо слышно, но не видно, да, поставьте плюсики, поставьте рожицы, все что угодно, кроме минуса. Судя по огонечкам, тебя слышно, Дима. Меня слышно, хорошо, но не видно, да. Так, значит, и еще такой момент, просьба. Вопросы можете задавать по всему, по ходу всего вебинара. Просьба тогда, пишите, пожалуйста, именно во вкладку вопроса. Нам так просто будет легче. Вот у нас там уже есть какой-то один вопрос. Итак, Маш, есть ли у тебя какие-то комментарии, вставки, добавки? Ну, наверное, я просто сразу заранее извинюсь перед коллегами, что если что, я пью чай и, наверное, не очень хорошо звучу сегодня. О, Дима Брюс, прекрасно. Потому что я, к сожалению, болею модным заболеванием, и только сегодня я начала приходить в себя и быть похожим на человека. Поэтому заранее прошу меня извинить, если вдруг как-то я буду немножко кашлять, что-то у меня будет с голосом, или я буду очень часто пить чай в кадре. Поэтому прошу меня заранее за это извинить. Да, ну что ж, мы начинаем. Я заранее побегу, посмотрю вопрос. Ага, вопроса нет? Хорошо. Хорошо. Ну что ж, нетворкинг. Вкратце обо мне. Я, скажем так, работал 12 лет в библиотечном деле. На данный момент занимаюсь образовательной деятельностью, именно библиотекарей разных библиотекарей школьных, библиотекарей вузов, ну, скажем, по всем направлениям. Делаю вебинары, по преимуществу бесплатные. То есть вы можете познакомиться с моим творчеством, что ли. Вот, на платформе 1 сентября там все открыто и бесплатно. И Директ Академия. Также есть... Я иногда выступаю на Радио Маяк, рассказываю про библиотечные темы, про книжки. Ну, есть там серия публикаций на самых разных журналах. Это «Молодые в библиотечном деле», «Школьная библиотека». Вот сейчас планируется по поводу курса публикация в журнале «Современная библиотека». Вот. Ну, это вкратце. Работал я в самых разных библиотеках. Пожалуй, только не работал в ведомственных и библиотеках вуза, но проходил практику, когда учился в колледже библиотечном. Ну, что ж, мы идем дальше. Мы начинаем. Что такое нетворкинг? Он состоит из двух частей. Нет – это сеть. Ворк – это работать. То есть, это рабочая сеть, если так вкратце переводить. Сеть, которая работает. Я заранее хочу извиниться. Может быть, будет очень много... Ну, не то чтобы воды, очень много теории. Теории, которые из общего нетворкинга, то есть не библиотечного. Это нужно, это необходимо. И только в конце будут кейсы, мой личный опыт, где я применял именно вот эту технологию взаимодействия. Я об этом, обо всем расскажу, и там будут ссылки. Вы все это сможете найти, посмотреть, ну, на живые проекты. Чуть ли не пощупать. Вот. Итак, зачем вообще? Что это такое? На самом деле, ничего в этом уникального нет. Все мы так или иначе владеем той или иной степенью нетворкинга. Это степень взаимодействия, степень общения. Правда, к сожалению. Я об этом скажу позже. То, с чем обычно я сталкивался, в основном, это что-то агрессивное. То есть это не позитивное, это не дружественное, это не направлено на расширение каких-то связей, это больше направлено на манипуляции, подчинение. И я даже боюсь сказать еще чего. Ну, вот у меня такой негативный опыт. Очень тихо. А если так? Нормально? Вот. Все. Спасибо, спасибо, спасибо. Ну, я беспокоюсь, чтобы у вас был звук хороший. Вот. Собственно говоря, это создавать сеть, сети знакомств в нужной вам сфере деятельности. То есть работаете вы в библиотечной сфере, работаете вы преподавателем, работаете вы организатором мероприятий. Вы в данной сфере создаете нужный контакт. И не только. Что помогает вам двигаться вперед? Тут такая, скажем так, цитата-фраза. Никогда не забывайте о том человеке, который открыл перед вами дверь в новый мир. Давайте порассуждаем. Были ли у вас в жизни такие люди, которые вам помогали? Причем вы не просили их о помощи. Причем вы об этом узнали и поняли спустя какое-то время, что вам помогли. Вот так, буквально чудом. Причем этот человек, который вам помог, вы нашли его случайно? Даже, может быть, вы думали, ой, не буду я общаться. Ну, что-то с ним не то. Говорит он как-то не так. И вообще он не из моей области. А потом раз, вот, вот. На самом деле, я думаю, что такой человек был везде. В детском саде, если вспомнить все отрезки жизни, которые мы прожили еще живы. Детский сад, школа, институт. Кто был в институте, колледж. Кто был в колледже, армия, если это речь идет о парне. Там, воспитание своих детей. Тут уже все могут участвовать, да. Вот. То есть, так или иначе, всегда был какой-то человек, который нам протягивал руку помощи. Даже в маленьком деле. Ну, просто нас поддерживал. И об этих людях, на самом деле, не стоит забывать. Таких людей стоит ценить всегда. Их не так мало, но и не так много. Ими не стоит никогда разбрасываться. И почему? Ну, это и так понятно, но мы поговорим об этом дальше. Опять продолжается вопрос, зачем же нужен старитейлинг. На самом деле, если переводить на такой общий русский, давайте остановимся не на старитейлинг, вернее, нетворкинг. Боже мой, да. Зачем же нужен нетворкинг? Давайте переведем это просто в коммуникацию, в позитивную коммуникацию. Вот так будет проще. Зачем же нужна позитивная коммуникация? У многих возникают до сих пор вопросы. Первое, это строить взаимовыгодные отношения. То есть, если вы приятный человек, если вы не создаете проблем, если вы открытый для общения, для идей, для проектов, с вами можно что-то интересное сделать. То есть, это уже ваш личностный рост и не только ваш, это уже развитие. Обмениваться информацией, это очень важно. Так или иначе, мы иногда думаем, я сейчас вот про себя скажу, я иногда думаю, что расту и развиваюсь, на самом деле все не так. Я очень сильно деградировал какое-то время, но думал, что развивался. Думал, что вот я пишу статьи, делаю вебинары, и все замечательно. Да ничего подобного. На самом деле я просто деградировал. И вот сейчас у меня такой небольшой новый этап в жизни, где я встретил прежних, не то чтобы друзей, но скорее знакомых, но сейчас они переходят в стадию дружбы. Об этом я вам расскажу чуть позже. Это тоже некий проект, нетворкинг. Значит, обмен идеями, поддержка друг друга. Поддержка может быть самая разная. Опять, все это касается нетоксичности, когда вас искренне поддерживают, когда от вас ничего особо-то не хотят взамен. Да, в этом слове есть выгода, но выгода чисто практическая. Когда вы что-то делаете вместе, и каждый получает свой кусочек опыта, денежек, какого-то личностного роста, личного бренда. Все это на самом деле в современном мире стоит денег, стоит времени, стоит денег, и все это нужно. Опять, насколько это нужно, каждому решает каждый, сам человек. Так или иначе, это очень важно. Также обмен контактами и кадрами. Я думаю, что у вас... Давайте так, ответьте мне, пожалуйста, был ли у кого-то такой опыт, когда вы работали, работали в какой-то профессии преподавателем, не знаю, монтажником, строителем, неважно кем. И ушли, ушли в другую профессию, и что-то стагнировали там. Ну, то есть у вас были мысли, что вот я уволюсь, я уволюсь, ну, пока работы не нашел. И опа, и вам позвонили с прежнего места работы, либо с другого места, но вас знают, потому что вы выступали на конференциях, потому что вы делали прекрасные отчеты, потому что вы, оказывается, были медийной персоной в этой области, в этой отрасли, но вы об этом не знали. Вам позвонили, вас позвали, либо предложили, либо спросили, ну, где ты, подруга, или где ты, мой друг, да? Давай возвращайся, или вот освободилась интересная вакансия, интересное место. Что ты об этом думаешь? Были ли у вас подобные случаи в жизни, подобные моменты? Вот. Ну, про несколько, да? Конечно, это более редкий случай, чем тот, кто нам протягивал хотя бы одну руку помощи за всю жизнь. Это, наверное, случай, который был у всех 100%. Это более редкий случай. Это также обмен кадрами. Вы можете порекомендовать своего коллегу кому-то. То есть, тем самым, может быть, вы спасете жизнь этому коллеге. Он пойдет на повышение, либо на более интересную работу, более оплачиваемую работу. У меня такой случай был. Я случайно буквально залетел в хоро-школу, стал там, это частная школа, стал там заведующим. Меня два раза проверяли. Первый раз я не прошел, второй раз я прошел. И была, ну, и сейчас есть моя коллега Даша Ульянова. Она сейчас работает педагогом-библиотекарем. Она работала в госшколе и стагнировала. Ей было, ну, нецензурно выражусь, хреново. И тяжеловато. Вот. Спустя короткое время она тоже думала уходить. И как раз я ей предложил, говорю, вот поговори с HR. Они как раз ищут, они мне предложили эту должность. Я говорю, нет, спасибо, я вижу себя немножко иначе. Я не педагог-библиотекарь. Вот. А Дарья, она уникальный педагог-библиотекарь. И все так совпало, что мы проработали год, сделали интересные вещи, интересные проекты. Я ушел оттуда. А Даша до сих пор работает, радуется жизни, пьет кофе. И все хорошо. Вот. Поэтому всякое бывает. И я на своем небольшом опыте, безусловно, но убедился, что случай играет огромную роль. И вот эта простейшая коммуникация может помочь и спасти многим как карьеру, так и даже где-то жизнь. А нетворкинг помогает видеть новые возможности, что важно. Нетворкинг – это карьерное преимущество. Не путать с блатом. Это не блат. Когда вас знают в какой-то сфере, вас готовы пригласить. Это очень крутое преимущество. Карьерное. Дружеское отношение. То есть, также заводить друзей. Это те же элементы нетворкинга. Так. Кому нужен тот самый, та самая позитивная коммуникация? Ребенку где угодно. В детском саду, в школе и так далее. Подростку, взрослому человеку. Переходим уже на трудовые отношения. Сотруднику, руководителю. И вершина, в нашем случае, это не с пирамиды, а предпринимателю. Человеку деловому, человеку дела. Всем нужен, всем нужна вот эта позитивная коммуникация. Потому что никто не хочет проблем. Более того, как я уже говорил раньше, все эту так или иначе коммуникацию ну и проецируют, и практикуют. Просто не каждый за этим наблюдает. У ребенка в детском саду есть свои проекты, свои идеи, и он коммуницирует. У подростка свои, у взрослого свои, ну и так далее. Дальше по лестнице. Где развивать вот эту позитивную коммуникацию? Очень просто. Придя на этот вебинар, вы уже развиваете и переписываетесь в чате, в том числе, уже развиваете эту позитивную коммуникацию. Речь не идет о том, если вам не нравится вебинар, не писать, что он вам не нравится. Речь об этом не идет. Пишите, конечно же. Но тем не менее, это вебинары, курсы, тренинги, как онлайн, так и оффлайн, социальные всевозможные сети, в которых можно участвовать, переписываться, заводить отношения, заводить контакты. Есть также самые разные отраслевые группы, я думаю, вы знаете, особенно в библиотечном деле, в Фейсбуке, ВКонтакте, очень много таких групп. Одни из самых крупных – это современная библиотека, там есть школьные группы отдельные, то есть я думаю, что все это на слуху. Любые самые разные сообщества, неформальные, формальные кружки, клубы, конференции, деловые игры и просто игры, когда вы собираетесь дома, когда вы приглашаете кого-то домой, когда вы идете в тот же каворкинг с друзьями поиграть, к примеру, ну или в той же библиотеке засесть и поиграть, почему нет. Хакатоны самые разные, когда происходит по сути и конкуренция, и игра, и взаимодействие, это очень важно, так люди обмениваются. Всевозможные, я не очень люблю молодежные советы, на мой взгляд, это ладно, не буду говорить, на мой взгляд, это на редкость бессмысленная вещь во многих случаях, но тем не менее, это чистый нетворкинг, там люди, туда люди идут, чтобы просто познакомиться, поболтать, а в каких-то случаях люди обмениваются идеями, и на основе обмена идей рождается проект. Если находится в сообществе из 20-15 человек, 3-4 человека, у которых нет короны на голове, которые готовы делиться, которые готовы вставать на первое-второе место и иногда чередовать эти места, проект обязательно будет. Ну и каворкинги, собственно говоря. Так, вкратце по вопросам. Оксана, я говорил, что воды будет много в начале, поэтому нет, меньше воды нельзя, это вводная часть, ближе к концу моего выступления будет разбор проектов. вот, я об этом предупреждал. Терпите, терпите, терпите. Следующее, где применять. Применять можно также практически везде, в работе, в деловых отношениях, в волонтерстве, в личных отношениях. Я тут набрел на такую книжку, как нетворкинг в личных отношениях. Немножко удивился, но так оно и есть. Ну, да, спасибо, спасибо про воду. Продолжение, давайте развивать тему воды в наших вебинарах. Ладно, не в обиду, я никого не хочу обидеть, просто, ну, вот, смешинка попала в рот. Главная мысль, главная мысль нетворкинга, в чем, собственно говоря, дело. Рассказывайте о себе, и узнавайте о других, но с уважением. То есть не навязывайтесь, не навязывайте и слушайте по возможности с интересом. У меня не всегда это получается, я иногда зеваю, ну, неинтересно, люди говорят про себя, ну, так или иначе. Это одна из таких главных мыслей всего этого общего действия. Два важных, ну, закона нетворкинга, это активная позиция, в том числе жизненная и нежизненная, и репутация. Под активной позицией понимается все, что угодно, в том числе, что вот вы пишете в чате и говорите, что что-то не так, так, это тоже очень здорово, да, я даже где-то больше люблю негативные комментарии, потому что когда везде что-то хорошо, а потом тебе говорят, что что-то было не очень, это не всегда приятно и хорошо, лучше разобрать это все на вебинаре. Идти вперед, общаться, попытаться познакомиться с человеком, ну, хотя бы спросить, а вы из какой отрасли, вы из какой области, неважно, где происходит действие, это и есть активная позиция, за такими людьми всегда идут, да, репутация, это то, что вы сделали на протяжении своей карьеры, своей жизни, неважно, какая у вас была карьера, военнослужащего, воспитателя, библиотека или педагога, кого угодно, вы взросли, взрастили, простите, воспитали кучу детей, это ваша репутация, да, мнение о вас, это ваша репутация, вы получили какое-то звание, это репутация, вы пишете статьи, это репутация, вы пишете комментарии, это репутация, вы пишете посты, это репутация, я не знаю, вы делаете разборы на вебинары Дмитрия Дворецкого, это репутация со временем, Все это со временем сложится в такие кирпичики и с вами захотят и будут иметь дело. Потому что когда вы подходите к человеку, неважно какое, и говорите «Привет, я Даша» или «Привет, я Дима», это мало о чем говорит. А если этот человек примерно о вас где-то слышал, примерно где-то о вас что-то знает, примерно вращается вокруг вашей среды или около того, то шансов, что у вас что-то с ним получится в плане проекта, в плане иных отношений, гораздо больше. Но это естественно и понятно. Так, я говорю довольно быстро, потому что у меня много материала, много воды, воды очень много. Итак, рабочие инструменты. А введите электронную базу контактов. Нет, я не предлагаю вам всем становиться ФСБшниками или ГРУшниками. Но давайте так. Если у вас есть ценные контакты, например, главный редактор какого-то журнала, с которым вы познакомились, он вам очень интересен, почему бы не написать в эту, скажем так, анкету, в эту базу данных, телефон, адрес. Пусть это будет в Excel. Дату рождения, какие-то простые увлечения. Ну, к примеру, нравятся какие-то цветы. Вы хотя бы поймете, какие картинки прикреплять в постах с поздравлениями. То есть какие-то элементарные вещи. Это таким, ну, можно сказать, нужным-нужным-нужным контактом. То есть нетворкинг – это несколько кругов. Это первый круг очень близкий. Это от 7 до 10 человек. Это, как правило, близкие люди и родственники. И очень близкие друзья, которые переходят в этот статус. Следующий круг – это 17, 20, 25. Это уже такие друзья, очень близкие коллеги, с которыми вы прошли огонь, воду и все остальное. И следующий круг – это, ну, все называют порядка 90-100 человек. Это так или иначе знакомые, вот как раз важные, полезные контакты. Все остальные круги, они выходят за эти рамки. Это вот именно ваши социальные круги, в которых можно вращаться. И кто-то из этих кругов обязательно будет выпадать. Так уж все устроено. Ведите анкеты самых главных контактов. Ну, я отчасти про это уже сказал. В анкетах можно указывать и хобби, там, хобби, чем человек увлекается, что ему интересно. Ну, опять, это должны быть очень важные и существенные контакты. Обязательно подготовьте на 3 минуты рассказ о себе, о своем проекте. Если он, ну, о себе точно, кто я, что я. А о проекте, если он у вас есть. Ну, если вы работаете, возглавляете или работаете в библиотеке, и у вас нет никакого проекта, то я осмелюсь вам придумать этот проект прямо сейчас. Ваш проект – это ваша библиотека, и вы в ней. Поэтому расскажите о своей библиотеке, что вы там делаете. Но всего лишь на 3 минуты. Это будет уже ценно, и это поможет человеку вами заинтересоваться. Ключи нетворкинга. Принцип 6 рукопожатий. Я думаю, что вы слышали про такое высказывание, что, скажем, обойди 6 человек или напиши 6 людям, и вы узнаете, оказывается, что многие ваши друзья могут быть знакомы, шапошно, либо не шапошно. Вы узнаете, что, оказывается, у вашего друга есть знакомый маркетолог, а вам нужен был маркетолог. Вы узнаете... Вы узнаете про... Так, мне немного сбивают ваши комментарии. Вы узнаете про... Ну, в общем, так или иначе, вы узнаете про людей, которые вам нужны. Вот через 6, так или иначе, контактов, через 6 таких возможностей. У меня такое тоже бывало в жизни. Так, история с... То, что дальние круги связей, они важнее, полезнее, чем ближние. В чем это проявляется? В том, что ближний круг, так или иначе, это какие-то некие шоры. Да, вот я, например, вращался в библиотеках, и у меня коллеги, с которыми я контактировал, в основном, это было где-то человек 10-17. Мне казалось, это безумно много. Но на самом деле нет. И когда я вышел, немножко ушел, поменял работу, и на меня обрушился целый вал. За день ко мне постучалось, и... Ну, именно в чаты, в рабочие, не в рабочие, ко мне постучалось 50 человек за день. И для меня это был какой-то шок. Я думаю, боже мой, что это такое? А это норма. Норма для той компании, где я работал. Ну, не для обычных муниципальных библиотек. Поэтому, чем шире ваш круг, чем больше вы обращаете на другие круги взаимодействия, тем вы будете в таком, в приоритете, что ли, именно в информационном потоке. Ближний круг все-таки, чем дольше вы в нем находитесь, тем больше он вас... Ладно, скажу про себя. Меня он деградировал, к примеру. Я в нем деградировал. И только выйдя из него, я стал еще больше дальше развиваться. Обязательно инициируйте знакомство в любых случаях и ситуациях. Звучит это, конечно, угрожающе. Как это так? Я еду в метро. Мне что, надо со всеми знакомиться? Да нет, не обязательно. Конечно же, речь идет о деловых в основном контактах. Если вы где-то находитесь, я об этом уже раньше говорил, выходите из своей скорлупы. Особенно это, ну, по крайней мере, было у меня, в муниципальных библиотеках. Очень многие библиотекари не стремились ни с кем знакомиться. Неважно, на какие конференции, мероприятия они выезжали. То есть все время была ситуация. Мы послушали, мы похлопали. В лучшем случае мы разошлись. И только один-два редких библиотекари подходили, говорили. А можно взять ваш контакт, а можно как-то вот что-то узнать, и вот задать какой-то вопрос. Такие вот моменты. Таких людей на самом деле немного. В основном либо нет дела, либо стесняются, либо еще что-то. Что? Большой вопрос. Обязательно знакомьтесь, обязательно общайтесь. Интересуйтесь, чем вы могли бы быть полезны. То есть часто дружеские отношения, контакты завязываются на уровне, именно когда мы узнаем друг друга в беде. Просто спрашивайте, чем я могу быть полезен. Не то чтобы помощь, а вот есть какое-то взаимодействие. И вы можете поучаствовать в интересном проекте. Вы можете открыть что-то для себя новое. Вот, к примеру, хочу сказать о результате такого простого нетворкинга. Это, к примеру, данный вебинар. И курс, который мы делаем со спикерами самыми разными, это результат нетворкинга. Об этом я расскажу чуть позже. И следующие ключи. Обменивайтесь полезной информацией с коллегами, не с коллегами. Очень часто, вот, например, в той же частной школе, в школе был разрыв информационный. Проблема в том, что одни не знали, чего делают другие. Было несколько степеней рассылки. И родители знали одну информацию, администрация другую. Все остальные третью, да. Это, к сожалению, тоже бич многих и гос, и не госорганизаций общий. Обменивайтесь информацией. Очень часто какие-то элементарные приказы до одного подразделения доходят, до другого нет. Да, и в основном люди питаются какими-то слухами, какой-то странной очень информацией. Поэтому обменивайтесь по-доброму, общайтесь. Это будет очень здорово и полезно. Каждое знакомство ценное. То есть я тоже в своей жизни не раз такое встречал, когда мне те или иные знакомства, те или иные отношения казались какими-то мелкими. Я даже думал, зачем я это все, в этом участвую, зачем я это все делаю. Но потом по факту оказывалось, что получались необычные проекты. Например, мы делали ко дню, к юбилею библиотеки такой проект. Приходили художники, рисовали библиотеку в ее разных проявлениях, ракурсах. И это все получилось. Хотя я сомневался, я не верил и думал, что ничего не получится. И думал, не надо подходить. Не надо ни о чем разговаривать, ни с кем разговаривать. Но, как оказалось, очень много людей. Вы просто скажите о своей мысли, вы скажите о своей идее. И обязательно найдутся люди, которые так же думали. Другой вопрос. Сколько их будет? Пять, десять, один. То есть это очень... Ну, то есть понятно, вы не соберете огромную аудиторию, может быть. Но вы найдете своего человека. Вот я так тоже говорил-говорил. И вот теперь мы в каком-то смысле и делаем полезное и важное дело. И на данном вебинаре делаем совместно курс. Оказалось, что у всех ребят общая идея поделиться важными, практическими, интересными знаниями. Так, делайте следующие шаги. Есть проблема. Я буду говорить сейчас исключительно о себе. У меня постоянно была... Я думаю, сейчас остается какая-то некая неуверенность в себе. Когда я написал одно письмо левой ногой, да, не очень... Ну, я еще не знал, как писать письма серьезные, деловые переписки. И мне не ответили. Я такой, ну все, проекта не будет. Ну все, идеи не получится. Не останавливайтесь. Напишите еще одно письмо. Переработайте письмо. Позвоните, поговорите. Очень часто, как оказывается, письмо не прочитали. Люди, которые должны работать с письмом, могли его потерять. Очень часто, я думаю, и вы встречали такую ситуацию, когда письмо попадает просто в спам. Да. Вот, ну наверняка такие ситуации были у всех. Если были, поставьте плюсик. Когда важное, безумно важное письмо, оно не должно было попасть в спам. Ни под каким соусом, но оно попало в спам. Поэтому не останавливайтесь, продолжайте делать шаги. Еще момент. Партнерство эффективнее соперничества. Хотя соперничество тоже очень важно. Но партнерство всегда побеждает. Замыкайте цепочки контактов. То есть, если вы знаете, что есть 3-4 главреда тех или иных журналов, познакомьтесь со всеми и замкните их на себе. Если вы знаете, что в вашей сфере есть 3-4 или 5 или 10 каких-то крупных представителей, которые ведут вебинары, о чем-то рассказывают, познакомьтесь с ними. Как правило, все люди очень открытые. Замкните их на себе. И у вас будут контакты, вы с ними можете что-то делать. Пригласить в свою библиотеку, пригласить на какую-то конференцию, организовать конференцию. То есть, сделать все, что угодно. Так или иначе. Я немножко убыстряюсь, извините. Я отнимаю кучу времени. Свои булковники. Что не является нетворкингом? К сожалению, с позитивной коммуникацией очень часто путают. Вот что. Такую ситуацию, как поиск нужных контактов, очень быстро. То есть, когда вы заходите, весь зал ваш, вы быстро всех отбежали, со всеми перезнакомились, перехватили визиток и убежали. Это не нетворкинг. Нетворкинг – это, как правило, работа в долгую. Когда вы узнаете, какой породы собака у человека. Когда вы… То есть, вы превращаете человека в знакомого, как минимум. Когда вы узнаете день рождения. Когда есть какая-то позитивная переписка, пусть раз, два раза в год. Но человек о вас помнит и вспоминает. Холодные звонки и письма тоже не относятся к нетворкингу. Если вы пишете канцелярским языком. Я знаю, что есть департаменты и министерства, где это принято и где это нормально. Но не с живым общением. Это все не про это. Всевозможные техники манипуляций. Это не нетворкинг. Это черт-те что, на самом деле. И очень часто видел таких людей, которые давили, манипулировали. И у них получалось продавливать своих конкурентов и коллег. Но это не то. Это не позитивно. И рано или поздно все это заканчивается крахом в учреждении. Ну, как я уже выше сказал немножко, давление, принуждение, угрозы. У меня был личный опыт негативный. Расскажу про него вкратце. Больше воды. В хрошколе нам выписали человека за очень огромные деньги. Это, правда, хороший специалист. Я ничего не хочу сказать про него. Даже не буду говорить, из какого он региона. Ну, регион такой, где культ мужчин. То есть, такой немножечко, где мужчина всегда главный. Да, такой немножко специфический регион. И у нее такой взгляд жесткий, в общем. И казалось бы, что все хорошо. Человек профессионал, все понимает. Но спустя месяц от него все вешались. Потому что данный специалист в своей речи, в своих разговорах, он не говорил матом, он не ругался. Он не говорил, что он, скажем, будет доставлять какие-то проблемы. Но он так разговаривал, очень вежливо, очень тактично. Но это было просто давление. Это был удар мешком по голове. И все от него шарахались. На него стали писать жалобы, что с ним никто не хочет иметь дело, никто не хочет разговаривать. А данный человек просто удивлялся. Да, это именно какая-то, понимаете, это... То есть тебе в лицо улыбаются, но тебя режут. И ты ничего не можешь доказать. На тебя давят. И ты... Что происходит? Я не понимаю. Это просто какой-то кошмар. Но человек, правда, хороший специалист. Но вот именно из-за этой манеры ему пришлось уйти. Из частной, очень хорошей школы. Хотя, повторюсь, его выписали за огромные деньги. И получал он колоссальную зарплату. Но вот, к сожалению, все это заканчивается увольнением. Либо по собственному, либо не по собственному желанию. Ну, скажем, есть... Такое распространено в частных учреждениях, в госучреждениях, где много подобных специалистов, таких властных, которые, ну, скажем так, на руководящих постах. Это тоже плохо. В таких учреждениях, как правило, огромный отток сотрудников происходит из-за этого. Итак, вода закончилась. Хотя, на самом деле, если критиковать меня по полной, то и это вы можете назвать водой. Потому что картинок больше не будет. Я буду просто рассказывать. Нетворкинг на практике. Дело в том, что я был, скажем, прикасался к такому проекту и был его организатором, как поэтбук. Данная картинка кликабельна. Когда вы скачаете презентацию, вы сможете нажать и перейти на сам поэтбук и посмотреть, что это такое. Я тоже долго думал, долго страдал. Дело в том, что я работал в библиотеке имени Леси Украинки. И шел юбилей Леси Украинки. Мои коллеги мне говорили, да ты с ума сошел. У нас там сложные отношения. Какая тебе Леси Украинка? А мне хотелось, мне хотелось, потому что это мемориальная деятельность. А Леси Украинка это поэтесса, знаменитая поэтесса. И у нас есть и библиотека ее имени. Почему бы и нет? Это абсолютно нормально. Это было в 19-м году, если что. Я стал собирать ее стихи. Стихи разные. Стал отбирать стихи. Я написал в разные сообщества. Я смотрел в Фейсбуке по геолокации. Рядом был парк Фили, где очень много художников, любителей, самоучек. Я по геолокации нашел пару человек. Я вошел в клубы художественные. Я стал разговаривать. И как оказалось, меня поддержало около 20 человек. Каждое стихотворение было проиллюстрировано. Данный поэтбук есть в бумажном варианте, есть в электронном формате. То, что вы увидите, это электронный формат. Но он абсолютно полноценный. И также вы можете посмотреть, если кто есть в Фейсбуке, по тегу хэштег «пайтбук» вы можете посмотреть историю проекта. Я очень люблю делать проекты с историей проекта, когда можно в это окунуться, посмотреть, что не просто одна картинка и это проект, а что есть какая-то деятельность проекта. Это первый мой практический опыт. Получился он довольно быстро, за две недели. И весь мой нетворкинг заключался в том, что я просто предложил людям 50 на 50. 50 в соцсетях, 50 вживую, до кого смог дотянуться. Давайте поучаствуем. Идея простая. Я вам даю стихотворение, вы иллюстрируете. Они такие, да, классно, когда начинаю. Весь нетворкинг. И получился довольно симпатичный и интересный проект. Но, опять же, это моя оценка. Возможно, вы скажете, что проект ужасный. Я это допускаю. Следующий момент. Проект гораздо сложнее. Это районовед. По аналогии с проектом, ну, вернее, с краеведением. Да, это именно история района. История квартиры, история района, история квартала. То есть я решил не распыляться на весь город, на город Москва. Я решил сконцентрироваться на районе. В чем нетворкинг, скажете вы? Да, очень просто. Без местных жителей ничего ты, черт побери, не сделаешь. И я, сидя на абонементе, стал со всеми разговаривать. И как вы думаете, что мне стали говорить коллеги? Правильно. Коллеги мне стали говорить, что, Дима, ты занимаешься ерундой. Правда, они говорили по-другому. Они говорили гораздо грубее. Ты занимаешься ерундой, потому что до тебя была библиотекарь, а действительно библиотека занималась краеведением. До тебя была прекрасная библиотека, и она все собрала. Ты ничего больше не соберешь. И, о чудо, спустя недлительное время, месяц моих разговоров, это тяжело, ну, так или иначе, в моих разговорах с читателями, мне стали приносить фотографии, которые до этого не приносили тому библиотекарю, который работал там больше 10 лет в этой библиотеке. То есть все бывает. Все бывает в первый раз. Если вам говорят, что это было сделано до вас миллиард раз, и вы ничего не добьетесь и ничего не сделаете, это все ерунда. Вы все равно внесете какую-то лепту, вы все равно будете развивать. Что такое районный вет? Это страница, это некий агрегат в Фейсбуке. Вы его можете найти по хэштегу районный вет. Сейчас я этим проектом не занимаюсь. Я перестал им заниматься в 2019 году, но по умолчанию библиотека Лесе Украинки ведет данный проект. Он направлен на сбор информации о районе краеведческой, документальной и так далее. Вот. Это еще один практический опыт нетворкинга. Картинка также кликабельно ведет на страницу района Веда. Пожалуйста. Следующий момент. Может быть, кто-то из вас эту историю застал. Она была в 2018 году. Был такой небольшой флешмоб, который назывался «Как я попал в библиотеку». Я был довольно застенчивый и скромный человек. Я осмелился прийти в молодежное отдел из двух человек. Я говорю, ребята, у меня есть идея. Давайте вот сделаем такое. Хэштег такой, как я попал в библиотеку. И все будут рассказывать. Мы всех пригласим, попросим, расскажем о себе, как мы попали в библиотеку. И все пойдет. Подумал я. Ребята посмотрели на меня, сказали, ну, напиши текст. Я написал текст с ошибками, как сейчас помню. И мы это все запустили. Нас стали поддерживать библиотеки, в основном регионов. Не то, чтобы этот флешмоб затронул какие-то горизонты и пласты. Не то, чтобы все библиотеки России участвовали. Да нет, конечно. Это совершенно небольшой флешмоб получился по каким-то масштабам. Но он получился очень теплым. Вы также по хэштегу, как я попал в библиотеку, в соцсетях, в основном в Фейсбуке, правда, есть в Инстаграме, можете посмотреть, как этот проект, ладно, флешмоб, не проект это, как он шел. В основном очень много историй в закрытой группе современной библиотеки. Вот, посмотрите, очень теплые истории, как кто попадал в библиотеку, как они работали, как они любят библиотеку. Активировались мужчины библиотечные, оказалось, их не так мало, и они с такой гордостью рассказывали, как же здорово. Ну, не то, что такой флешмоб запустили, а то, что как они работают, и как у них все получается. Как будто бы ждали, ждали этого часа. Вот, это тоже так вкратце. Картинка не кликабельна, потому что искать надо по ссылке, если что. На самом деле у меня практического опыта в этом плане больше. Один из таких проектов, я просто не стал это все перечислять, это не юбилей. Я готовил юбилей библиотеки. Это как раз, когда художники, которые рисовали поэтбук, кстати, они нам обрисовали всю библиотеку сначала, а потом из этого пошел поэтбук. То есть у меня проекта один переходит в другой. Я провел анализ и понял, что мои контакты, которые я приобрел в одном случае, сработали и в остальных. То есть вот как это важно, вот как это работает. Я потихоньку заканчиваю такой цитатой. В итоге на самом деле связано все. Все люди, предметы, идеи. Главное качество связей. То есть готов ли человек вас поддержать. Если готов, держите его, не отпускайте. Таких людей не так много. На словах готовы все, на деле не все. Ну и куплет Оксимирона. Все в этом мире на самом деле переплетено. И так или иначе мы все жутко связаны. Я всем предлагаю после вебинара общаться, переписываться. Мне иногда пишут, иногда спрашивают, а что это вы еще ведете? А будет ли вода? Я обязательно кидаю ссылки, чего я веду. Поэтому давайте общаться, давайте переписываться. Я закончил со своей водой. И переходим к Марии. Маше вернее. Маша, раз-два, тема стритейлинга. Хотя нет, секунду. Маша, подожди. Маша, подожди. Я жду. Давайте вопросы. Если есть вопросы. Можно гадкий. Я готов. Конечно, конечно, контент-менеджер абсолютно, менеджмент абсолютно в моде. Это все абсолютно работает. Екатерина, смотрите, я понимаю вас прекрасно. Но дело в том, что данный вебинар все-таки предназначен не только для опытных людей, которые знают. Вы знаете, что такое нетворкинг. Вам нужно более глубокое состояние погружения. Я вас прекрасно понимаю. Но куча народу, которые, может быть, слышали, но, скажем, хуже ориентируются. И он в основном для них. Про проекты я тоже сказал. Если бы я просто говорил вкратце и в целом, тро-ля-ля, тро-ля-ля, вот делайте это, делайте, то все, я пошел. Маш, давай. Это, конечно, несерьезно. Ну, я так иначе затронул проекты. Вы можете их посмотреть. Они сами за себя будут говорить. То есть я не стал их нарезать на слайдики. Это бессмысленно. Так, вопросов, наверное, нет. Призыв мне писать – это абсолютно не задание, это пожелание. Ну, вы можете оставить отзыв на вебинар. Вы можете написать, просто спросить, ну, позадавать вопросы. Ну, просто у меня было такое в практике, и мы довольно интересно с некоторыми людьми пообщались. Вот, ну, мне прикольно. Вот, чисто из этого. Так, давайте гадости мне пишите, сколько можно. Какие контакты? А, контакты будут в конце презентации мои и Машины. Коллеги, у нас не так много времени, а я тогда заканчиваю болтать. У нас еще Машина часть и курс. Все, я замолкаю. Спасибо всем. Да, еще раз добрый день. Коллеги, меня зовут Маша Миронос. Ну, как написано на картинке, я специалист по социально-культурному сервису. Это мое первое высшее образование. Там еще есть слово «туризм». То есть, мое первое образование – специалист по социально-культурному сервису и туризму. Еще я социокультурный проектировщик. Я закончила в прошлом году замечательный университет, который называется Шаненко. И параллельно вместе с ним Манчестерский университет. То есть, у меня два диплома – английский есть, русский. Я вообще коллекционер образований. У меня достаточно много разных, включая несколько высших. И вот одно из моих высших образований – это лингвист-переводчик. Могу сказать, что это любимое образование. По роду занятий я еще и подкастер. Если вам интересно, я веду подкаст на тему «Смерть и умирание». Да, вот такая оригинальная тема у нас с коллегой. Называется он «Смертельный номер», и на всех подкаст-платформах он имеется. Это чтобы вы поняли немножко представление о том, кто я такая и что от меня можно ожидать. На самом деле, от меня можно ожидать абсолютно чего угодно. Потому что, по сути, я генератор идей, креативщик и человек, который придумывает, собственно, все. Придумываю я и проекты, и продукты, и какие-то различные истории. Поэтому сегодня мы и поговорим об историях. Собственно, стори-теллинг, да, что это и зачем оно и с чем его едят. Ну, естественно, начнем с самого простого, с лингвистики, с разбора слов. Стори – это история, а тел – это рассказывать. Поэтому получаем, что стори-теллинг – это искусство рассказывать истории. И вроде бы на этом можно и закончить, да, что, в общем-то, все понятно. Но не так-то это все просто. Потому что, собственно, несмотря на то, что мы живем в мире, в котором все является историей, и почти любое событие, точнее, не почти, а любое событие можно рассказать в виде истории, и мы с вами рассказываем тоже истории. И практически каждый день мы это делаем, когда мы ведем внутренний диалог, когда мы рассказываем о своих планах, когда мы говорим о том, что у нас произошло, когда мы рассказываем о себе, когда мы рассказываем о своих проектах. Все это истории. И эти истории, они призваны страх изгнать, печаль уничтожить, сострадание пробудить. Собственно, по мнению Горги, это такой древнегреческий мудрец, точнее, мудрец, философ, пардон, и риторик. Поэтому достаточно много в стори-теллинге основано на такой науке, достаточно древней, как риторика. Поэтому если вы когда-нибудь интересовались риторикой, занимались риторикой, просто читали что-то о риторике, вероятнее всего вы уже имеете понятие о стори-теллинге. Это сейчас, скажем так, модно называть все англицизмами. Раньше в ходу были и греческие, например, термины. Поэтому, собственно, многие вещи, которые мы сейчас узнаем заново, они являются достаточно давно известными, просто переосмысленными с сегодняшней точки зрения и встроенными в сегодняшнюю действительность. Потому что сегодняшняя действительность, она, конечно, требует некоторых изменений в традиционных вещах, то есть мы не можем. Взять что-то и сразу начать применять, иногда нужно подточить под современность. Поэтому, естественно, в древности истории рассказывались, сидя вокруг костра, и это был обмен опытом. То есть охотники приходили и говорили, вот мы сегодня поймали мамонта, и вот мы его там кололи копьем, и, соответственно, они понимали, что это метод колонии копья, колония прокалывания копьем мамонта, он эффективен. И те, кто, например, еще мамонта не завалил, они могли из этой истории сделать вывод, что, собственно, для того, чтобы поймать мамонта, нужно сделать копье, пойти, сделать ловушку, понять, найти, где этот мамонт ходит и так далее. Поэтому вот этот вот обмен опытом, он тоже важен, и он является одной из функций истории. Но главным тем, зачем история применяется сейчас, это необходимость тронуть людское сердце. По мнению Питера Губера, истории обладают уникальной способностью трогать людские сердца. И именно благодаря вот этой особенности, да, затронуть сердце, затронуть какие-то струны души, повлиять на наши эмоции, истории могут обучать, мотивировать, поощрять и поддерживать. Ну, с обучать и мотивировать, я думаю, достаточно все понятно. Что с поощрять и поддержать? Про поощрение – это когда мы, например, рассказываем своим детям, да, как мы сталкиваемся с трудностями и делимся теми проблемами, которые возникают на пути к успеху. Но мы говорим о том, что хорошо, мы сталкиваемся с трудностями, но мы их преодолеваем. И вот это вот поощрение попробовать еще раз, не сдаваться, верить в то, что там за трудностями обязательно будет какое-то перерождение, какая-то трансформация, которая поможет нам на пути к нашему успеху, это тоже важно. Прошу прощения. И также мы можем поддержать истории, мы можем поделиться своим опытом, сказать, что я тоже был в похожей ситуации, и я ее смог пережить, и поэтому ты сможешь тоже это пережить, и ты сможешь справиться с этой ситуацией. Ну, в общем, да, я перейдусь сейчас к примерам, я быстренько по теории пробегусь, чтобы мы понимали, да, что storytelling, он все-таки очень широкий, его применяют везде. Итак, если мы имеем какую-то общую ценность, да, мы изначально должны помнить о том, что мы рассказываем историю кому-то. И если как бы не была интересна наша история, как бы не хорошо мы ее рассказывали, да, все равно мы помним о том, что у истории всегда есть реципиент, есть слушатель, есть тот, кто нашу историю воспринимает. И вот это восприятие нашей истории, и вот эта вот аудитория, которой мы это рассказываем, она должна понимать, почему она должна послушать именно нашу историю, почему она должна поверить нашей истории. Поэтому, когда мы рассказываем историю, мы должны помнить о том, что мы имеем задачу, да, у нашей истории есть задача. И задача это рассказать про общие ценности, то есть мы с аудиторией должны найти общие точки, мы должны знать нашу аудиторию, мы должны хорошо ее изучить, И мы должны понимать, что, например, если в аудитории находится, допустим, самый простой пример с нашими библиотеками, что мы являемся библиотекарями, а наши пользователи являются читателями. И у нас есть общее, у нас есть общее, это книги, наш интерес к книгам. Поэтому наши общие ценности, это ценности любви к чтению, ценности любви к книгам, интереса к познанию нового. Вот об этом стоит им рассказывать. Соответственно, наши единомышленники, мы их ищем среди других, мы сразу показываем им, что вот, это наша общая история. Да, про примеры я скажу как раз, да, спасибо, Дима, что есть доклады, презентации, контакты, вот эта вся история. И также мы настраиваемся на одну волну с нашей аудиторией, то есть мы, находя эти общие точки, находя единомышленников, мы поворачиваемся в одну сторону, знаете, как влюбленные, которые смотрят не друг на друга, они смотрят в одну сторону. Вот мы с нашими слушателями являемся такими влюбленными, которые должны посмотреть в одну сторону. Ваша задача и наша задача, как людей, которые рассказывают истории, показать вот туда, куда смотреть. Каким образом это делается, да? Ну, опять же, начиная с классики, начиная с риторики, по Аристотелю есть три слагаемых хорошие истории. Первое и главное, наверное, в данной ситуации, это пафос, это эмоции, то есть мы затрагиваем эмоциональные, различные эмоциональные струны в душе и вытаскиваем это на свет и проживаем вместе со своим слушателем какой-то опыт. Также есть логос, это логика, это то, о чем мы говорим, то, как мы это говорим, то, насколько это связано вообще с реальностью, о которой мы разговариваем. И это с достоверностью, это какие-то факты, которые мы представляем для подкрепления логики нашего повествования, и оно не так влияет на эмоции, оно уже влияет больше на рациональные струны, да, в мозгу, на рациональность, на какие-то вещи, которые объективны. Все вместе, да, это слагаемые хорошие риторики и хорошие, скажем так, презентации истории. Но все-таки самым главным и самым важным является пафос и эмоции. Приведу короткий пример, который сейчас, наверное, будет актуален, но я, скажем, приведу параллельный пример, чтобы не присасываться к какой-то повестке нынешней. Есть такая штука, как прививки. А сейчас в обществе достаточно сильный раскол существует по поводу того, кто прививается, и нет. И с обоих сторон идет достаточно сильная информационная борьба. Одни говорят, что вот там это вредно, мы все умрем и так далее. Другие говорят о том, что нет, это нормально, это полезная, доказательная медицина, все правильно. Вот в Америке, по-моему, если не ошибаюсь, в 70-е годы была вспышка кори, и когда правительство хотело убедить людей прививаться, убедить прививать детей, оно выкладывало какие-то, ну, публиковало статьи, что вот статистика показывает, что заболеваемость такая, что смертность такая, что возможность тяжелых последствий там 90%, вот надо это делать. Но это не влияло и в обратную сторону, люди, которые были против прививок, говорили, что, ну, и была теория, что прививки от кори связаны с детским аутизмом, что они вызывают детский аутизм. И одна история женщины, которая говорила, что вот мой ребенок был привит, и вот теперь он аутист, она перевешивала все эти факты, потому что это была живая история, потому что женщина говорила, мне не важны эти факты, вот мое доказательство, и показывала своего ребенка. Естественно, трогала эмоции, отрубала мозг, и действительно хорошо действовала. И тогда ученые решили точно так же действовать. Они тоже стали показывать истории, рассказывать о том, что вот человек, непривитый, переборевший корью, там, конкретный пример одной девушки, которая переболела, осталась инвалидом, и лежала полностью парализованной, недееспособной, с зондом, который для питания был через нос там у нее заведен. И она, ее мама рассказывала о том, как это печально. То есть это была тоже история про то, как это больно и плохо. И мы видели примеры, и люди видели примеры. И вот это была борьба, кто сильнее долбанет, скажем так, в сердце, да? Кто больнее сделает или там в своей аудитории, кто сильнее вызовет ее на эмоции. И, как вы видите сейчас, пример, это действительно работает. Это действительно работает намного лучше, чем факты, доказательства, логика. Эмоции работают лучше, и как бы мы не хотели, да, чтобы, там, ну, мы хотим, там, говорить, да, что мы разумные существа, что мы разумом руководствуемся. Мы руководствуемся разумом, но в первую очередь на нас влияют эмоции. И то, что можно сделать с помощью эмоций, можно намного эффективнее сделать, да, чем с помощью логики и каких-то доказательств, там, фактических цифр и так далее. Потому что цифры, они могут быть непонятными, они и могут быть сложными, их можно достаточно тяжело как-то воспринимать. И человек скажет, нет, мне это непонятно, я вот в этой всей фигне, в этой химии, там, не разбираюсь, а вот мне сейчас сказали, что, там, я от этого умру, а мне страшно, я боюсь умереть. Страх это эмоции, эмоции меня поглотили, я, все, я боюсь умереть, ничего не буду делать, отстаньте от меня, уходите со всеми доказательствами. То есть такая ситуация, она очень показательна, если вы развернете фокус своего внимания на то, что сейчас происходит, и наденете оптику такого сторителлера, вы поймете, что это все сторителлинг, и как здорово он работает, и как здорово сейчас применяют все, кто воюет в стане, там, прививочников, антипрививочников, например. Итак, далее, да, вы поняли, что эмоции – это очень важно, эмоции, они важны, и они важнее, к сожалению, мозга, как говорил граф Калиостро, да, что сердцу нам не прикажешь, да, говорила Машенька, а граф Калиостро говорил, что сердце подвластно разуму, разум подвластен чувствам, чувства подвластны сердцу. Там, чувства, короче, с разумом мы начали, разумом мы кончили, да, это все такое. Соответственно, переходим, да, к структуре. Немножечко поговорили о эмоциях, о том, куда мы бьем. То есть наша цель – бить в эмоции, когда мы рассказываем историю. Мы всегда проверяем историю через это. Как бы мы ее ни писали, да, мы все время смотрим, а где мне здесь, где я здесь играю на нервах, где я здесь выбиваю слезу, где я здесь вызываю улыбку, как я это делаю, да, вот где. Что мы для этого делаем, да, у нас есть структура хорошей истории в рамках сторителлинга, по правилам сторителлинга, да. Это первое – событие – триггер, то есть что-то произошло. У нас есть герой, да, естественно, всегда есть герой. В герое происходит событие – триггер. Потом с событием триггером, за событием триггером, чтобы его пережить, чтобы как-то вот, да, это герой как-то меняет. Соответственно, происходит трансформация героя. Он трансформируется, и после этого он выносит какой-то жизненный урок, которым эта история делится. Ну, то есть там, не знаю, да, различные примеры, какие могут быть. Самые простые, там, голливудские фильмы, да, мы сейчас чуть дальше скажем про Голливуд, да. Ой, прошу прощения. Дальше мы поговорим немножко про Голливуд. История, когда, ну, проще всего, да, это наши сказки. То есть, там, случилось там с колобком, случился колобок, колобок укатился, колобок там не трансформировался, и колобка съели. Жизненный урок есть. Ну, тут, скажем так, отказ от трансформации является трансформацией. Кстати говоря, если вы обратите внимание на сказки, все сказки — это стори-теллинг. Ну, поскольку, в общем-то, стори-теллинг от сказок и произошел, вы тоже можете обратить внимание, как сказки работают, как они влияют, и как у них работает вот эта вот стори-теллинговая структура. Как? Нет, тут мое изображение радостно закрывает мне кусочек презентации, что меня расстраивает. Ну, окей, неважно. Соответственно, как мы эту историю рассказываем? То есть, в предыдущем слайде мы видели, что у нас должно быть. У нас должно быть событие-триггер, у нас должно быть трансформация, у нас должен быть жизненный урок в истории. Как мы это представляем? Представление персонажей. То есть, мы сначала должны обрисовать нашу, скажем так, сцену, да, сделать мизансцену. Вот мы, вот они вам, вот эти персонажи, как, например, если, да не если, я думаю, все читали пьесы, все читали какого-нибудь «Горе от ума» на самой первой странице, у нас описано, кто есть кто, кто кому кем приходится, и мы уже понимаем дальше, кто как будет функционировать, потому что мы знаем, там, это дочь, это отец, это жених, это там, фиг пойми, кто, и так далее. И мы уже можем примерно как-то представить себе этих персонажей. Там, или, например, как в сказке про конька-горбунка, да, там, старший умный был детина, средний был и так, и сяк, младший вовсе был дурак. Мы уже, нам четко описали, собственно, характеристики персонажей, мы про них уже все поняли. Дальше следует помещение в центр конфликта. То есть, тут у нас происходит что-то. То есть, что происходит, допустим, ну, вот пошла я по этой сказке, зачем я это сделала, не знаю, бедный Ершов, прости. Видимо, слишком часто в детстве мне эту сказку читали, поэтому я как-то ее помню наизусть. Как начали, да, ходить кони и топтать зерно. И нужно, то есть, это конфликт с кем, да? Конфликт с каким-то внешним раздражителем, который пришел, взял это все, и начал что-то мне вот как-то портить жизнь. И я, как персонаж, как герой, я не могу дальше жить без разрешения этого конфликта. Если мы этот конфликт разрешаем, да, у нас следует дальше астросюжетная развязка. Вот эта астросюжетная развязка, она может быть абсолютно в разном формате, да? То есть, это будет, например, как бы... А ну, в сказках, да, это хэппи-энд. Вот все, все держится за сказки. И лучше, сразу скажу вам, что лучше, когда это хэппи-энд. Люди любят хэппи-энды. Это нормально. Там, я, например, безумно не люблю оперы. Я недавно была в Петербурге и ходила в Мариинку на оперу Ригалетто. Как я ругалась после, боже мой! Первый акт, я сидела и говорила, господи, мужу, зачем ты меня сюда привел? Они же сейчас все друг друга поубивают. Они же идиоты. Они же какую-то фигню творят. Господи, какой кошмар. То есть, я не получала удовольствия. Я сидела и ругалась на персонажей, думала, вот что же вы такие идиоты? Зачем вы вот эту вот всю ерунду делать? Что вы не можете нормально договориться? Для меня это был негативный опыт, потому что я знаю, что в опере всегда все умирают. И вот они все умерли. То есть, да, там есть, собственно, драматургия. Это драматургически выстроенное произведение. Все логично. Есть нарратив. Все хорошо. Есть астросюжетная развязка, когда вот бам! Дочь умирает у него на руках. Какой кошмар. Я вышла расстроена и злая. То есть, меня научил, может быть, чему-то этот стори-теллинг, да? То есть, тому, что нужно, наверное, разговаривать, нужно открываться, нужно быть более открытым внутри семьи, делиться своими, там, бедами, проблемами и попробовать их проживать вместе. Отличный урок! Но почему все умерли? Я не хочу, чтобы все умирали. Я была злая. И я регалетом, наверное, больше не пойду смотреть никогда. Мне было обидно и больно. А, и есть такая штука, как клиффхенгер. Я, извините, я лингвист-переводчик, я люблю пихать английские слова. Но я вам сейчас объясню, что это такое и почему он со звездочкой. Клиффхенгер со звездочкой, потому что, в общем-то, клиффхенгер, в принципе, в общем-то, подходит под группу остросюжетная развязка. Клиффхенгер – это такой прием драматургический, ну, там, или даже писательский, в целом и в общем, когда мы остаемся один на один с незавершенной историей. То есть вот этот вот тот самый момент, когда в сериале серия заканчивается на самом интересном месте. Спасибо. Я посмотрю Руслана Людмилу. Я к своему стыду работала в двух оперных театрах и знаю только оперы, которые на иностранном языке. Позор мне. Пардон, знаю Евгения Онегина. Вот я знаю Евгения Онегина. Тоже плохая опера, тоже плохой конец, в принципе. Так что, Руслана Людмила, я, наверное, посмотрю с удовольствием. Спасибо за совет. Классный совет. Прошу прощения, что я обращаю внимание на чат, коллеги. Я хочу побыстрее вам рассказать и потом ответить на вопросы уже комплексно по всему, что я рассказала. Далее. Соответственно, это Клиффхенгер. Это вот, если вы смотрите сериалы, достаточно часто это бывает конец сезона. Единственный сериал, который я знаю, ну, чаще всего это детективные какие-то сюжеты сериала, когда, например, там, человеку приходит смс, да, он ее читает, и мы понимаем, что должно за этим событием последовать какая-то срочная на него ответ, но его не следует, и мы сидим, ждем его до последнего сезона. Там люди бегут друг к другу по мосту, и мы не знаем, добежали они или нет, потому что там не показали этого момента. Там человек прыгает в воду, ну, даже, господи, Шерлок Холмс, прекрасно, да, когда Шерлок Холмс прыгает с дома, а потом мы два года ждем, когда нам все-таки покажут, что там у него. Вот самый жуткий, наверное, Клиффхенгер в классической литературе, я считаю, все-таки, Конан Дойля классической литературой, это когда он убивает своего главного героя, он, правда, все-таки его убил, и его заставили его воскресить, да, но сейчас мы можем это расценивать как Клиффхенгер. То есть, причем Клиффхенгер, вы будете смеяться сейчас, почему, как бы, это очень забавная параллель с Конан Дойлем и Шерлоком Холмсом, потому что Клиффхенгер, если его переводить и разбивать на два слова, то Клифф – это обрыв, а Хэнг – это зависать. То есть, это такое зависание над обрывом или повисание на обрыве. Поэтому, я думаю, вам будет понятно, почему аналогия с Шерлоком Холмсом достаточно забавная. Окей, с структурой мы более-менее разобрались, то есть, мы представили персонажей, мы запихали их в конфликт, и мы их оттуда вытащили. О, точно, Акунин, Фандорина в Черном городе, абсолютно, точно, абсолютно, да, вот этот вот выстрел. Как хорошо, что я читала Акунина, уже когда вышли все книжки, и Фандорина, господи, это ужасно. Это было ужасно, но в следующей книжке, я думала, ну, если есть следующая книжка, то точно, он точно выжил. Я так же люблю смотреть сериалы и успокаивать себя, когда вышел весь сезон или вышли все сезоны. Да, 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 да. Вот, видите, вы абсолютно четко, вы понимаете, что такое Клиффхенгер, и это классная штука, зачем она нам нужна здесь, в стори-теллинге, конкретно в библиотечном или вот в нашем. Это наша необходимость заставить человека вернуться за продолжением. То есть мы кидаем им какую-то историю и говорим, а вот, знаете, в следующий раз я вам расскажу, как вот это вот все, оно будет потом. И, ну, естественно, человеку очень захочется вернуться и понять, а чем же все-таки все кончилось. Мы хотим знать, чем все кончилось. Читатели, слушатели, зрители, там, посетители библиотеки хотят знать, чем она хочется. Да, самое классическое это «Тысяча одна ночь». Абсолютно. Это классический пример Клифф Хеннера. Окей. Да, поэтому вот этот вот инструмент нельзя его недооценивать. И если, если мы хотим нашу историю длинно рассказать, да, мы хотим, например, сделать серию чего-то там, это наш инструмент просто необходимый. Поэтому я его все-таки вынесла в отдельную штуку, потому что это не просто остросюжетная развязка, а это вот зависание. То есть мы дали какой-то ответ, но при этом вот остальное повисло. Еще, кстати, есть такая история, вы, наверное, тоже можете обратить внимание в сериалах. Достаточно часто есть такое понятие «монстр недели». Это связано с тем, что сериалы выходили, когда они выходили на телевидение, они выходили серия в неделю. И «монстр недели» это значит, что внутри серии есть сюжет, да, который строится по определенной структуре. То есть структура это, например, ну, возьмем Доктора Хаоса, мне кажется, которого знают все. Структура. Вначале идет такой человек, не подозревает, что сейчас что-то случится, с ним что-то случается, после этого он попадает к Доктору Хаосу, Доктор Хаос со своей командой они ковыряются, ковыряются, ковыряются. Первая, естественно, у них версия неверная, потом, не знаю, вторая может быть неверная, и тут вот третья, последние три минуты сериала, прибегает Доктор Хаос, говорит, это было так, вот это, все, все спасены, все классно, все будут жить, все здорово. Вот эта вот борьба с одним каким-то монстром, с какой-то одной проблемой внутри серии, эти серии, они внутри друг друга, но есть еще сквозной сюжет, мне нравится в этом плане сериал «Менталист», например, или сериал «Скретные материалы», у них очень хорошие сквозные все штуки, вот у них очень много вот этих вот сквозных, у них много клиффхенгеров, то есть точно так же было бы здорово делать в наших маленьких историях, то есть завершать какую-то одну маленькую, но длинную историю, которая идет через все, она у нас будет повисать на самом интересном месте. Эта история, вот если брать секретный материал, это история с вот этими инопланетянами, которые всегда у нас там где-то там, где-то рядом, остаются, или, например, вот «Менталист», мне безумно это нравилось, в чем мне нравится «Менталист» две вещи, что они нарушают как раз вот эту вот клиффхенгерскую историю, они иногда в середине сезона делают клиффхенгер, а в следующей же серии ты узнаешь, что там было дальше, и они не завершают сериал на том, что ты сидишь, ждешь сезон, и думаешь, господи, 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 выжил, не выжил, упал, не упал, и так далее. Да, 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 Наталья, но опять же, вот эта регулярность рассказывания, это одно, а все-таки клиффхенгер, это та штука, когда вы готовы, то есть вы сидите этого четверга и ждете, то есть обязательно нужно заканчивать на самом интересном месте, если ваша история имеет продолжительность, то есть вы не должны ее, как бы, типа, конец главы, но конец главы должен быть, что он открыл дверь, то есть Хичкока, вспомним, опять же, нашего любимого, который, там, саспенс, должен быть саспенс, должен быть клиффхенгер, ничего нет страшнее закрытой двери, а тем более, приоткрытой еще страшнее, наверное. Вот, возвращаемся к структуре, да, есть голливудская структура, есть всегда злодеи, есть герои, есть борьба с трудностями. Если брать, например, нашу историю, да, что злодеями, героями, там, и борьбой с трудностями могут быть следующие вещи, у нас всегда есть какой-то там антагонист, да, лучше, чтобы в истории был антагонист. Антагонист, это и злодеем, злодеем, да, здесь может быть проблема, с которой мы сталкиваемся, мы эту проблему должны победить, она нам мешает. О, собачку обязательно при сюжете это прекрасно спасать. Окей. Дальше у нас есть герои, герои, естественно, это либо мы, либо тот, кого мы на пьедестал ставим. Мы можем рассказывать историю не про себя, мы можем рассказывать историю про другого, это тоже неплохо. Ну, естественно, борьба с трудностями это всякие мелкие уроки, которые мы выносим, да, то есть, там, не знаю, допустим, мы боремся с бюро, наш враг бюрократия, да, мы герои меча и магии, которые знаем, как увидеть бюрократию, а трудности, это, допустим, какая-то повседневная рутина, которую мы должны выполнять, пока мы боремся с большим злодеем и врагом. Это просто для примера, да, вам же опять же такая история. Кто может стать центром истории? Центром истории и главным героем истории могут быть в нашем контексте, в библиотечном контексте, да, могут быть писатели, то есть мы можем рассказать историю про писателя, историю его жизни, но через призму того, как он там, вот это вот по сторителлинговой истории, что вот он был такой, он победил вот это, и он стал таким. Поскольку все писатели этой истории успеха и трудностей, сто процентов у них у всех есть такая история. Просто нужно почитать, поизучать. Поэтому, кстати, безумно люблю книги и всем советую. Биографии, автобиографии, это все очень здорово. Знаете, наверное, да, историю про Джоан Роулинг, которой 80 раз отказали. Все знают историю, и от того ее успех становится еще более крутым, потому что мы думаем, вон, даже Роулинг 80 раз отказали, а где она сейчас, а какого успеха она добилась. Персонажи. Здесь персонажи, это наши книжные персонажи. То есть мы можем всегда вытащить какого-то книжного персонажа, поставить его в историю, поставить его в историю, например, несвойственную ему, и посмотреть, как персонаж с его характеристиками может поворотиться с этой историей. Мы можем придумать своего персонажа. То есть мы можем придумать своего какого-нибудь там библиотечного домового или какого-то там сумасшедшего ученого. У меня был вопрос, я видела научная библиотека, да. Где-где-где-где-где? Очень понятная штука. Например, сумасшедшие ученые – это очень клишейный, хороший, понятный всем персонаж. Пожалуйста, безумные ученые – это Дог назад в будущее, это классические всякие профессор Доуэль, это Какие у вас еще сумасшедшие ученые-то, господи, есть. Я просто, к сожалению, не очень люблю научную фантастику или научные вещи. Я не очень научный персонаж. Но как минимум такие персонажи есть, они популярные и в литературе они, значит, рабочие, они будут работать. Дальше мы можем стать своим главным героем нашей истории. Мы – это, соответственно, библиотекари, это методисты библиотечного дела, это руководители. Как мы можем сделать это, да? Мы можем рассказать свою историю, связанную с книгой, с библиотекой, с трудностями, которые мы сталкиваемся в повседневной работе, потому что это забавно, это интересно. Люди не знают, как это работает, люди любят знать, как работает, люди любят ходить за кулисы. Как человек, который, я говорю, работал в двух театрах, я хотела попасть за кулисы, у меня была мечта, я мечтала попасть за кулисы, понять, как там все работает. Я проработала в двух театрах. Я работала в детском музыкальном театре именно на Наталье Исад с помощником режиссера, еще когда я училась в первом институте. Я работала в Московском театре новая опера заместителем, заведующим литературной частью. То есть, я теперь знаю и за кулиси работы с актерами, и за кулиси работы административного персонала, художественного руководства театра, к которому я тогда относилась. И мне это было интересно. Вот, замечательно. Мне очень нравится пример «Зеленый мили», хороший. Я знаю, что Толстой, когда писал «Войну и мир», она у него выходила по одному тому. То есть, вы можете себе представить, что, наверное, тогда было достаточно интересно читать «Войну и мир», потому что ты ждал, что же там будет дальше с ними, со всеми, как оно там все разовьется. Вот, дальше. Что интересно, мне нравится, мы можем сделать персонажем нашего читателя. Это всегда интересно, потому что наш читатель, мы можем либо дать ему голос, то есть, мы можем в прямом смысле пригласить читателей и сказать «Ребят, расскажите свои истории, связанные с нами, связанные с книгами, связанные с нашей библиотекой». Здесь главное научить их рассказывать тоже истории и переработать их истории через наш вот этот вот эмоциональный, скажем так, фильтр, да. То есть, мы можем принести нашему читателю задачу, чем точнее будет задача для нашего читателя. Например, там, расскажите о книгах, которые вас изменили. Придумайте пять вопросов, например, которые будут направлять читателя, направлять вашего, да, может быть, и вас, да, направлять внутри этой истории, что, типа, например, какая книга, почему эта книга, как эта книга сделала это, и что теперь вам, и как теперь я живу в этом измененном своем состоянии. Это, опять же, набрасываю вам идеи как генератор, можно по-другому. Вы лучше знаете свои библиотеки и так далее. Дальше. Библиотека, библиотека, да, может стать как персонаж, то есть, она может вот попасть под вторую группу, да, вот под нашу. Не знаю, видно ли мыша, как я показываю, наверное, видно. Библиотека может стать как персонаж в плане именно как вот такое большое, что-то такое теплое, многознающее, то есть такой какой-то информационный, большой такой теплый медведь, скажем так, который вот вам готов рассказать свои истории, открыть свои фонды, открыть какую-то таинственную свою жизнь, внутреннюю, да, вот почему нас так привлекает акция «Ночь музея», когда она только началась, потому что это было безумно интересно. Это опять же, та же самая история, возвращаемся, история про закулисье, «Нас пустили в святая святых». Вот история про библиотеку это пропускание в святая святых, то есть многие библиотеки, я, к сожалению, не работала в библиотеках школьных, университетских и каких-то таких закрытых научных, то есть специализированных. Я работала в библиотеках муниципальных в основном, и университетские знаю только пользователь там четырех университетов, вот знаю только такие библиотеки. Но могу сказать, что в одном из университетов, где я училась, извините за немножко storytelling личный, что в одном из университетов, в которых я училась, библиотека, кажется, ей около 800, ну, университетов, в которых я училась, 800 лет исполнилось в 2018 году, и в библиотеке там примерно там лет 700 точно есть, то есть там есть первопечатанные книги и так далее, и туда пускают только там по праздникам, и очень такое редкое, редко туда можно попасть. Итак, возвращаясь к библиотеке ЛИБА, мы можем рассказать о нашей библиотеке как об учреждении сделать главным героем, то есть можем рассказать, опять же, о тех проблемах, с которыми сталкиваемся, которые присущи только нам. Рассказать о них интересно, рассказать о том, как мы с ними боремся, сделать это смешным, сделать это интересным. И зачем мы это делаем? Чтобы читатель понимал, что, допустим, библиотеку не так может быть просто, потому что я знаю, что многие пользователи библиотек думают, что библиотека, что он делает? Он сидит, книжки выдает. Почему? Да потому что мы не рассказываем, да потому что мы не говорим о том, что внутри библиотеки. У нас библиотеки какие-то очень такие, знаете, скрытные, похожие на какую-то пуританку, которая замотана по шею в блузку какую-то такую, знаете, платье до пола, безразмерное, и ничего не показывает. Да нет, нужно делиться проблемами, нужно рассказывать. У нас, я надеюсь, что, может быть, нас слушат какие-то руководители, потому что библиотекарю это сделать очень непросто. А как библиотекарь, который пытался это делать, открывать, да, вот это вот, таинственный, говорит, что, ребят, у нас беда, у нас залило, а как мы с этим боролись? А у нас там смыло все книжки, а у нас сломался там, не знаю, туалет. Ну, это уровень, да, уровень, скажем так, интимности в разговоре можно регулировать. Я не говорю о том, что давайте расскажем про протекший туалет в библиотеке. Нет, не хотите, не нужно, но приоткройте, дайте чуть откровенности, откройте эту таинственную библиотеку, непонятную никому учреждение, а по моей практике это тяжелая, очень непонятная структура для многих людей, для пользователей. Это непонятно, поэтому пользователи не понимают, зачем туда идти. Нужно рассказать историю, нужно понять, что это понятное, близкое, простое и нужное, и важное тоже пользователю, читателю место. Ну и, конечно, главным героем могут стать книги, это, думаю, самое простое, мы можем рассказывать о приключениях книг, о том, как их переплетают, о том, как их ремонтируют, о том, как, скажем так, их хранят, или как приключение какой-то одной книги, которая путешествовала в укросинге, с надписями еще какими-то. Поэтому, например, очень любят книги в магазинах старых книг и в библиотеках, очень любят книги со всякими дарственными надписями, с автографами, потому что это история. У этой книги есть история, ее можно рассказать, ее нужно хорошо рассказать. Вот, поэтому я думаю, что можно переходить к вопросам. Надеюсь, я не слишком много примеров привожу и не слишком подробно останавливаюсь на этом. Я думаю, многие вещи и так понятны подспудно, да. Но, скажем так, иногда нужно, чтобы человек вам сказал, на что посмотреть конкретно и пткнул туда пальцем, чтобы ваш фокус, внимание, чтобы вы могли через эту оптику на это смотреть и видеть то, знаете, такое очевидное, которое раньше вам как бы казалось вроде, ну, вроде, да, все так делают. А теперь вы понимаете, почему все так делают. Итак, как бы, какими инструментами мы пользуемся, когда рассказываем истории? В первую очередь, мы можем привлечь внимание вопросам. Я не говорю, что это единственный возможный инструмент, это одни из. Мы привлекаем внимание вопросам, да, то есть это наши всякие различные подборки, которые мы можем писать, да, и говорить, что, а что мне нужно, чтобы, не знаю, хорошо рассказать историю? Человек такой, да, а что мне нужно? Пойду посмотрю. Дальше мы дарим эмоциональное переживание. Мы можем рассказать, как рассказывание истории изменило нашу жизнь, как история, как рассказывание истории поменяло наше мировоззрение, как оно как-то улучшило нашу жизнь, да, и в конце мы можем призвать к действию, что, типа, рассказывайте истории, и это поможет точно так же вам и в вашей работе. И здесь есть в правом верхнем уголке слово цель. Мы должны всегда помнить, зачем мы рассказываем историю. Я понимаю, что я повторяю это как попугай, но все-таки мы рассказываем историю не для того, чтобы рассказать историю. Мы рассказываем историю для того, чтобы наш слушатель зритель, пользователь, читатель, неважно, чтобы он сделал что-то. Я сегодня рассказываю вам свои истории, чтобы вы научились рассказывать истории и пошли их рассказывать дальше, чтобы сторителлинг вы внедрили в свою работу, и чтобы вы могли взять вот этот вот инструмент и попытаться его применить, попробовать, а потом научиться дальше через это еще чему-то. То есть я вам рассказываю самые азы, самые элементарные вещи, простые, я думаю, дальше я вам с удовольствием дам список книжек, которые я читаю, и пару советов просто от себя, что я еще использую для того, чтобы там на пустом месте придумать историю. Ну, в принципе, истории, можно даже не придумать, скорее мы вспоминаем. Просто, опять же, нужно правильно себе триггер показать, который нам поможет это сделать. Итак, инструменты важные для того, чтобы рассказать историю. Дайте буквально секунду. Голос меня покидает. Ну, осталось чуть-чуть. О, еще чуть-чуть я вам порассказываю. Итак, важное в истории мы должны показывать, а не рассказывать. я не знаю, могу ли я рекомендовать вам такого писателя, как Чак Паланик. Как писатель с точки зрения содержания мне он не очень нравится. Скажем так, можно сказать, даже не нравится. Но, наверное, он один из непревзойденных примеров того, как нужно показывать. То есть, когда вы читаете Паланик, мне вот хочется помыться все время после его книг. Они настолько омерзительные и отвратительные, именно за счет того, что он берет тебя и вот этим вот показыванием, а не рассказыванием, он затаскивает тебя настолько глубоко в свою вот эту вот книжистость, да, что ты не можешь как бы сопротивляться этому. Вот. Поэтому я могу вам там привести пример достаточно забавный именно показывание, наверное, истории, да, когда мы просто говорим, что у меня есть друг. Он невысокий, худой парень в очках с ежиком светлых волос. Он очень любит комиксы и очень много курит. Наверное, вот у вас практически сразу нарисовалась картинка у этого человека. Я его не описала, я его показала, наверное. То есть я не рассказала о том, что у меня есть друг, вот мы с ним там много вместе прожили и так далее. Я его показала, вы можете себе представить. Дальше вот этот персонаж, который вам нарисовала, может рассказать что-то, какую-то историю. Я могу про него рассказать историю. Дальше мы должны дать пищу для органов чувств. То есть вот то, что человек много курит, мы понимаем, мы можем себе вообразить запах. Визуально, да, мы его представили, не очки, короткие, светлые волосы, и он худой и невысокий. Тактильно мы можем точно так же потом рассказать про что-то там шершавое, про твердую обложку, про температуру, про какие-то холодные, скользкие и прочие вещи. И самое важное в данной ситуации, ну это уже немножечко, да, про личную историю, что мы должны быть похожи на своих зрителей, то есть еще раз, мы должны знать своего зрителя очень хорошо и слушателя, там, читателя, но рассказать ему то, чего он еще не знает. Это всегда приятно, потому что мы понимаем, что, собственно, мы с, еще раз, да, повторюсь, что мы с нашими пользователями очень похожи, мы любим книги, мы их читаем, мы любим читать, значит, у нас уже точно есть что-то общее, но, значит, мы похожи, но мы можем рассказать им, например, про ту книгу, которую они еще не читали, может быть, про то, о чем они еще не узнали, вот наша задача как раз заключается в этом, мы используем вот эти инструменты, ну и самые конкретные инструменты, которые мы можем, еще использовать, например, это нарушение ожидания, налоги и личное. Давайте я начну с конца, этим я нарушу ваши ожидания, наверное. Личное, это как раз то, о чем я говорила, да, мы делимся своими, пум-пум-пум, вот сделаю вот так вот, да, мы делимся своими вкусами, мы делимся своими особенностями, мы, пардон, особенностями там, характера, восприятия, еще чего-то и выцепляем своих, ну, своих, да, единомышленников. И самое важное, большими буквами я написала делиться слабостями. Еще раз, да, мы, когда мы признаем свои слабости, мы даем людям понять, что мы не встаем, не занимаем позицию ментора, ни в коем случае в сторителлинге мы не занимаем позицию ментора. То есть сейчас я вас научу, как быть классными и успешными. Нет. Мы все косячим, мы все ошибаемся, мы все творим иногда полную ерунду, и это важно показать. Во-первых, это терапевтично прожить этот опыт и показать, что вы несовершенные, что вы можете ошибаться, а во-вторых, это, опять же, позволяет людям проще отнестись к как-то к проблемам, с большим пониманием отнестись к проблемам другого человека или другой организации и так далее. Опять же, если мы расскажем, что в библиотеке там чего-то не хватает и чего-то нет, я не знаю, честно говоря, не знаю, почему у нас так руководители боятся признать, что чего-то не хватает, что с чем-то не справляемся, что где-то косячим и ошибаемся и делаем плохо. Очень здорово делиться этим опытом. Я пыталась все время рассказывать, что там у нас в библиотеке там, не знаю, нет новых книжек, потому что нет денег, то есть нам приносили, дарили книжки и всегда это вызывает, наоборот, хороший отзыв, но почему-то все этого достаточно сильно боятся. Поделиться вкусами и особенностями, я думаю, все понятно, да? Мы всегда можем создать персонажа, который любит определенную литературу и у него будут всегда поклонники и, опять же, обратите внимание на персонажей там литературных, у них всегда есть какие-то свои особенности, склонности и слабости, с которыми они каким-то образом взаимодействуют и вы понимаете, что, ну вот, как говорится, ничто человеческое не чуждо вот этим вот персонажам. дальше мы можем говорить про аналогии, да? Это очень просто. Сегодня я вам приводила всем известные примеры из сериала, и мы все смотрим сериалы, да? Мы все читаем какие-то определенные книги, у нас у всех есть какой-то общий культурный код, который мы усвоили, и этот культурный код, он работает. И красочное сравнение, я думаю, тут даже объяснять не надо, все понятно. и более, я сейчас отвечу на этот вопрос, у меня есть такой ответ, и более вашей аудитории, да? То есть еще раз, изучаем свою аудиторию, чтобы четко понимать, чего же болит у нее, что ей не хватает, чего она хочет. Всегда проверяем свои теории, свои истории через свою аудиторию и корректируем их в зависимости от этого. Ну и нарушение ожиданий, и во-первых, я вам показала, да, первый момент, что вы ждали, что я начну там снаружи по порядку, а я начала с конца. Это суперэлементарный, супердурацкий пример нарушения ожиданий, но он такой вот есть. Есть вредные советы, все знают Григория Остера, и вредные советы очень здорово иллюстрируют, как можно свою преподносить историю, да, как можно рассказать, например, не как сделать хорошо, да, а как сделать настолько плохо, да, или не сделать плохо. То есть очень здорово, может быть, могут быть истории не как рассказывать, да, историю, а как очень плохо рассказать очень плохую историю, и дальше у нас пойдут советы. Проза, поэзия, например, вы выходите делать презентацию, не знаю, про, ну, допустим, про сталилитейное производство, и вместо того, чтобы рассказывать про цифры и еще что-то, вы читаете длинную поэму, посвященную сталилитейному производству, в которой, собственно, включены все данные, но вы внезапно начинаете читать поэму. Это конкретно нарушит ожидания ваших пользователей, слушателей, но они будут очень внимательно вас слушать, потому что им будет очень странно и непонятно, но эффект будет потрясающий. И, естественно, слом четвертой стены, это все-таки больше к презентациям, наверное, относится, или к, наверное, каким-то уже видео больше материалам. это термин театральный, я думаю, вы заметили, да, что театральный термин это моя слабость, и театральные примеры. Это тот момент, когда, например, если мы берем, да, театральные какие-то вещи, актер спускается из зала и вытаскивает из зала, в зал, точнее, и вытаскивает из зала человека на сцену. То есть он сломал четвертой стены. Либо, вот мне рассказывали мои коллеги, очень забавно, была ситуация, когда прекрасный актер Олег Миншиков, услышав, что кто-то в зале чихнул, просто вернулся, сказал, будьте здоровы, и дальше продолжил играть свою роль. Это прикольно, это ломает. Если вы делаете презентацию, вы можете сделать картинки, да, но если у вас есть возможность вместо картинок принести физический объект и дать его своим зрителям подержать, сделайте так, это здорово. Пустите по рядам что-то, дайте что-то в руки. Опять же, это еще раз про то, что мы воздействуем не только на слух и на зрение, мы подключаем тактильность, и у нас человек, больше органов чувств включено в рассказ, ну, при восприятии этой истории, или может быть даже у вас что-то будет с запахом, это еще круче. То есть вы людям дадите намного больше эмоционального опыта, намного больше чувств затронете у него, и органов чувств в том числе, чем при обычных каких-то презентациях, например. Оп, оп, оп. Итак, что же нам делать для того, чтобы рассказывать хорошие истории? Ну, естественно, много читать. Я думаю, с этим проблем у нас нету. Это книги, блоги, статьи и сценарии. Сценарии я вношу в отдельный пункт, потому что сценарии достаточно часто имеют такую штуку, как ремарки, и эти ремарки очень здорово, опять же, помогают понять контекст. Там есть, в сценариях есть же, да, только диалог, все, что происходит, оно описано очень кратенько и здорово. И это дает нам возможность, то есть мы, когда читаем сценарий, мы думаем, блин, а почему они сделали именно так, а почему у них вот именно так? Я за свою жизнь успела поработать и в кинопроизводстве, пардон, в сериальном производстве, поэтому, наверное, мне было всегда забавно, потому что я читала сценарии, я была реквизитором тогда, я читала сценарий, там выносила что-то и думала, а почему вот у него так написано вот так, а он вот, режиссер увидел это вот именно вот в таком виде, потому что я это, представляла совершенно иначе. То есть это такая штука тоже очень здорово развивает воображение. Можно смотреть это сериалы, кино, клипы, тиктоки, почему? Потому что, опять же, в разных форматах используются одни и те же инструменты, вы видите, как эти инструменты работают в разных форматах, то есть какие-то арки, какие-то различные драматургические повороты и вот эти вот вещи, да, как рассказывать истории, да, то есть, соответственно, вы должны тренироваться, вы должны давать себе задачу. Сегодня, например, я рассказываю от лица, сегодня, вот есть тоже такое очень забавное упражнение актерское, это называется внутренний монолог, внутренний монолог предмета есть, то есть вы можете взять книжку и вот сочинить от ее лица монолог там, вы можете начать с описания внешности этой книжки, она вот сидит, думает, я вот красно-синяя, почему? Почему вот дизайнер сделал меня красно-синий? Наверное, потому что я должна бросаться в глаза, а зачем я должна бросаться в глаза? Наверное, за этим и так далее, вы можете развить вот этот внутренний диалог, это, ну, пардон, внутренний монолог, вы можете развить этот внутренний монолог, вы можете, это просто для тренировки, Дальше вы можете из этого уже сделать историю, можете бросить это там на полпути. Но если каждый день вы дадите себе задачу придумывать внутренний монолог книжки, которую, например, вам сегодня вернули в библиотеку, или придумывать историю книжки, а что она там делала, а где она лежала, а как ее читали, а каждый вечер, а может, ее брали с собой в транспорт, она успела повидать там и на работу съездить к человеку, который ее брал, и в метро покататься, и на автобусе, и там по улице пройтись, и в магазин зайти. То есть куча историй можно сочинить с книжки, которую вот недавно вернули в библиотеку, например, да, там прям сделать целую серию путешествий наших книжек, например. И, естественно, да, там проблемы, да, с которыми сталкиваемся, тоже может быть абсолютно разные, как я уже сегодня много примеров приводила. Также вот эти вот сюжеты с продолжением, которые мы с вами обсудили, таким тоже образом получается эта история будет цеплять и вызывать желание вернуться и послушать еще. Ну и еще раз, да, истории остаются в сердце, поэтому давайте сочинять истории, и эти истории нам могут заслужить очень хорошую службу. Если у вас есть вопросы, задайте мне их, если вам нужен какой-то креатив, давайте покреативим. Я думаю, две минутки у нас на это есть. Вижу много комментов, кстати, интересных. Наверное, пока у меня нет вопросов, быстро отвечу на комменты, если вам интересно. Да, я вижу. Да, я не Овен по гороскопу, я по гороскопу Водолей, но Водолей тоже достаточно сумасшедший, энергия у них через край бьет. Да, вот действительно прикольные штуки с продолжением произведений, которые пишутся. Это здорово. Так, бум-бум-бум-бум-бум. А, вот по поводу Натальи Ветышкина. Да, реакция может быть неоднозначной. Кто-то принесет книги, а кто-то скажет, комплектование вас и наследует, почему у вас нет книги. Так реакция должна быть неоднозначной, не надо бояться реакции. Реакция – это хорошо, нехорошо. Знаете, как это, если вы утром проснулись, и у вас ничего не болит, значит, вы умерли. То есть реакция, даже негативная, это хорошо. Потому что реакция – это то, с чем можно работать. Знаете, я когда работала в библиотеке, мою начальницу безумно пугали жалобы. То есть там приходил какой-то читатель и говорила, а у вас вот плохо. Я говорила, пишите жалобу, потому что если вы напишите жалобу, нам придется с этим разбираться. А моя начальница выбегала, 20 раз извинялась и говорила, что только не пишите жалобу, ради бога не надо, пожалуйста. Нас там всех поувольняют, поубивают и так далее. У нас было такое, да, у нас там чуть ли не убивали, за жалобу нас наказывали. Но мне казалось, что жалоба – это хорошо, потому что жалоба показывает нашу точку роста, нашу территорию, где мы еще не молодцы. И это значит, что у нас есть шанс стать молодцами. И вот комплектование вас финансирует, почему у вас нет книг. Давайте расскажем, как плохо нас финансируют. Давайте расскажем слезную историю о том, что там книжка стоит 600 рублей, а выделяют нам на 20 библиотек 10 тысяч рублей. Мы можем купить на 20 библиотек, типа, там, 15 книг. Что нам делать? Помогите. Но не то, что мы можем не говорить «помогите», мы можем сказать, что коллеги, там, не помогите, но просто вот мы можем объяснить, почему нет. Мы не обязательно будем объяснять, ой, спасибо, у меня день рождения, да, прошел, день рождения прошел, да, 2 февраля, спасибо огромное за поздравление. И, соответственно, вот, возвращаясь, да, к вот этой истории, есть прекрасный ресторан корейской еды. Я недавно специально смотрела их Инстаграм. Да, и там была целая вкладка специально, как они работают с жалобами. Это невероятно круто, потому что жалобы – это бесконечный генератор контента, это бесконечный генератор диалога с вашим пользователем, потому что какие плюсы? Плюс первый – ваш пользователь понимает, что его видят и слышат, потому что он приходит и говорит «я недоволен», вы говорите, ну, варианты, да, там, «я в домике, я тебя не слышу, ты недоволен, давай ты будешь недоволен где-то в другом месте, это плохо, это нехорошо». А мы можем рассказать историю, что, друзья, представляете, к нам пришел пользователь с историей, и он рассказал историю, что там, у нас нет книги. И мы подумали, а что вот, почему эта книга еще не добралась до нас? Как же вот мы, и так далее. И мы можем разыграть целую драматургию на этой истории. И это будет здорово, потому что, ну, всегда можно довести до абсурда, да, если есть абсурдные претензии, есть абсурдные жалобы, есть люди, которые приходят пожаловаться, есть люди, у которых не хватает общения, поэтому они приходят именно за этим. Но это здорово, мы можем дать им то, что они хотят, рассказать про них. Они хотят, ведь люди, которые жалуются, которые скандалят, они хотят быть увиденными и услышанными. Да давайте их увидим, услышим, расскажем их историю, поможем им проявиться. Поэтому я думаю, о, какая прелесть, жалоба как подарок. Поэтому я думаю, что в целом вот эта вот история и возможность рассказать какие-то истории, она очень-очень важна и очень нужна. Ой, а там вопросы какие-то. А, список литературы по теме. Я думаю, его можно загрузить, наверное, в документы, коллеги, как вы думаете. Просто я... Можно я вмешаюсь? Да, список будет. Сейчас мы... Ну, ты ответишь на вопросы, и мы расскажем вкратце про курс, и я сброшу список. Там по пять книг, пять книг нетворкинг, пять книг старитейлинг и программа курсу. Я, наверное, сразу можно залью, потому что я поправила просто книги по старитейлингу, я поправила... Ну, можно так, можно. Я просто поправила, хотела там маленький комментарий дать, потому что я там добавила под звездочкой. Есть такая игра, называется «Кубики Story Cubes», который помогает рассказывать истории. Советую всем погуглить, поискать, это тоже очень классное упражнение, инструмент для того, чтобы сочинять истории, если у вас пока с этим там тяжело, потому что там совершенно абсурдные совпадения бывают. То есть это кубики, на каждой грани которого нарисована какая-то картинка. Вы их кидаете, у вас получает линия из там пяти-шести картинок, и, по-моему, даже больше, по-моему, девять кубиков, если я не ошибаюсь, то есть девяти картинок, и вы должны рассказать историю по вот этим девяти картинкам. Ой, как разминает креативную мышцу, нереально просто. И я буду, кстати, рассказывать, что я так много говорю о старитейлинге и меньше, о примерах, я буду в курсе об этом рассказывать больше, на конкретных примерах, как, например, рассказать историю в Инстаграме, как создать историю хорошего опыта для вашего читателя и так далее. Дима, я возвращаю тебе слово. Да, ну, собственно говоря, я тебе предлагаю продолжать. Отлично. Уже по поводу курса, я имею в виду. Хорошо, по поводу курса, да. По поводу курса, да, мы рассказываем на конкретных примерах. Ну, конкретно я давайте расскажу про свой кусок. У нас, точнее, не только про свой, у меня есть еще там несколько коллег, с которыми у нас темы дополняют друг друга. Ну, я за Аню и Женю могу рассказать еще. Может быть, в общем? В общем, нет, я в общем, нет, я имею в виду, что в общем, в плане того, что я расскажу. Ну, вкратце, первое, я сбрасываю ссылку на списки. Значит, Маша дала свой список, там два списка. Старый Маша, немножко неисправленный мой, также программа курса. Так, хорошо, Маша пошла на отдых. Я вкратце хочу просто сказать, вот, по сути, я об этом и говорил, да, это нетворкинг, продолжаю лить в воду, продолжаю говорить про эту тему. Значит, мы собрались буквально недавно и решили организовать такой курс. Собственно говоря, и данный вебинар тоже является этой частью. От каждого по чуть-чуть, кто про что может рассказать, и данный курс получился универсальным. То есть мы в основном говорим про читателя, мы в основном говорим про какие-то возможности в библиотеке, про подкаст. То есть, с одной стороны, про все, про что угодно, но он всего рассчитан на месяц. Но в то же время данный курс, он рассчитан именно на воспитание, вернее, на создание у библиотекаря таких геройских качеств, чтобы библиотекарь мог... Он и так все может библиотекарь, но чтобы библиотекарь мог еще больше и получить довольно быстро универсальные инструменты. Этот курс максимально практический. Так, у него на данном курсе... Это, наверное, самый крупный курс в плане спикеров. Пять спикеров, в этом его сложность. Пять специалистов. Все практики, все работали, либо работают в библиотеках. Вот. У данного курса восемь тем. Первая тема – это поиск партнеров коммуникации и финансирования. То есть, это прям вот будут конкретные примеры, конкретные шаблоны, как чего делать. Следующий блок – продвижение чтения и значение библиотечной работы. Следующий блок. Его как раз ведет Маша. Первые два веду я. Следующий ведет Маша – это гость, читатель, посетитель или клиент. Сервис и гостеприимство в библиотеке. Это очень важная тема. Я по себе знаю, как мы порой не замечаем, ну ладно, как я порой не замечал, буду говорить про себя, что мы перестаем быть гостеприимными, что мы библиотеку превращаем просто в какой-то свой дом и отшибаем читателей. Ну вот, мой опыт такой, к сожалению. Я видел своих коллег и как это происходит. Но это делается не со зла, просто уже, видимо, выгорание какое-то идет. А следующее – онлайн и оффлайн. Работа с целевыми аудиториями. Почему социальные сети – это не бланк отчетности? Следующий блок у нас. О, господи, я не вижу тут. Ага, создание подкаста. Это конкретный практик, будет вести Женя. Будет ссылка, вы увидите по ссылке истории спикеров, как они вообще попали и дошли до жизни такой. И это конкретный практик, у нее есть свои подкасты. Впрочем, как и у Маши. Да, у Маши действующие подкасты, а уже не куча лекций. Вы все это увидите на сайте, там есть ссылки. Следующий – проектная деятельность в сфере библиотек. Формы, методы практики. Тоже интересная тема. Тоже будет куча практик, куча моделей, куча форм. Мы вам предоставим шаблоны, по которым можно будет заполнять документы, как писать письма. Но мы это все проработаем вместе. Седьмая тема. Писатель для читателя, читатель для писателя. У нас такой прекрасный человек Ирина Рыжова. У нее проект «Современник». Она работает с издательствами, она работает этой библиотекой. Педагог, логопед, психолог. У нее куча специальностей, а сейчас она учится на журналиста. И она работает с издательствами и с писателями. И готова поделиться своим опытом на практике. То есть тоже есть ссылки, вы можете все увидеть. И последняя очень важная тема. Я читатель потребностей, боли и интерес. Расскажет Анна, заведующая одной из библиотек, ее наблюдение. Что же все-таки хочет читатель, как ему двигаться, как ему развиваться, идти вперед. И чем ему можно, собственно говоря, помочь. И как раз там будет момент нашей боли, которой мы поделимся. То есть моя коллега, она заведующая библиотеки. Она в библиотеку ходит только на работу, если вы понимаете, о чем я. И точно так же, когда я уволилась из библиотеки, я в библиотеки ходить перестала. Вот, собственно. Ну, нет, я не совсем не хожу в библиотеки, да? Но я хожу значительно реже, чем когда я ходила на работу. Так что такая тоже беда. Я дублирую ссылку еще раз, потому что много комментариев. Маш, расскажи вкратце, что такое социокультурное проектирование. Очень умное название. И тут, возможно, в чате поговаривают, что мы опять льем воду. На самом деле, социокультурное проектирование, да, это такой метод работы, когда, я уже много раз говорила, когда мы очень четко понимаем, для кого мы все делаем. И каким образом нам решить проблемы и боли того социума, с которым мы работаем. Ну, естественно, поскольку это социокультурное проектирование, решаем мы это какими-то своими культурными методами. Соответственно, я думаю, подробнее и понятнее будет, когда мы начнем разбираться каждый со своим куском, потому что все подходы, которые мы описываем, это как раз все подходы, которые используются именно в социокультурном проектировании. Поскольку я за свою жизнь делал несколько социокультурных проектов, как работая в библиотеке, так и как фрилансер, то есть, ну, я больше просто люблю именно гостеприимство и сервисные вещи, потому что, к сожалению, наша культура весьма-весьма слаба по этой части. И какие-то уникальные люди, которые это делают просто подспудно, то, что говорили сегодня в начале по поводу нетворкинга, да, что есть люди, которым нетворкинг просто дается легко, потому что это является их чертой характера, им в кайф это делать, и они это делают безо всяких обучений и так далее. Просто они, ну, вот так вот они сформированы как личности. Я знаю прекрасного Кирилла Волкова, который занимается этим в туризме. Мне прям страшно становится, когда я понимаю, насколько человек крут в нетворкинге. И второй момент – это, да, то, как мы проектируем наши проекты, пардон, за тавтологию, это как раз Женя расскажет, то есть, как сочинить интересные вещи и придумать, собственно, накреативить, да, как модно сейчас говорить, что-то, что будет полезным, интересным и важным, и нужным для изменения мира вообще, да, или каких-то конкретных сценариев в жизни людей. Поэтому есть очень много практических материалов, которые вы сможете использовать, то есть это будут и сценарии, мы с вами напишем, как взаимодействовать с читателями именно с точки зрения сервиса, и что можно предложить с точки зрения сервиса, и как можно улучшить опыт наших читателей, которые приходят в библиотеку, не только там за книжками, а вообще в целом. Вот тут уже написано, да, написать скрипт коммуникации, как найти партнеров и как с ними взаимодействовать тоже грамотно, и чтобы они от нас не сбегали, и чтобы они понимали, чем мы можем быть им полезны. Моё любимое – это составить карту CGM, это карта маршрута клиента, чтобы понять, что актуально для нашей аудитории, и чтобы привлечь ее и удержать. И также, как разрабатывать и чек-листы, и какие-то книжные подборки, и раздаточные материалы, и как составлять контент-план. Вот сегодня мы поговорили об этом с точки зрения сторителлинга, но там мы будем конкретнее говорить, как что сочинять, и как придумывать то, что будет интересно нашей аудитории, зачем она будет возвращаться и нас читать. Да, я добавлю, этот курс идет от сердца, то, чем закончила Маша. Дело в том, что, как я еще раз повторюсь, все, кто участвует в курсе, это практики, несмотря на то, что он стоит денег, он, естественно, не бесплатный, но так или иначе мы вносим туда свои боли, свои чаяния. Часть из нас уже не работает в библиотеках. Мы хотели бы поделиться опытом, да, опыт довольно большой, он разнообразный, у кого-то лоскутный опыт совершенно в разных институтах, в разных институциях. Мы хотели бы внести какую-то... А, кстати, то, что мы... половина из нас уже не работает в библиотеке, это делает нас смелее, то есть мы можем говорить то, что мы думаем, и предлагать какие-то уникальные вещи, то есть это не слабость, это наоборот плюс. Поэтому записывайтесь. Ну, во-первых, в этой презентации в конце, это вот то, что вы сейчас видите, то, что вы получите, кучу моделей, кучу практических рекомендаций, советов и почти индивидуальную работу. Я не думаю, что на курс запишется много народу, так или иначе. Тут есть ссылки на программу курса, на сам курс, вы там почитаете, там все подробно расписано и про нас, и кто мы, что мы, и откуда. Это, кстати, кто-то писал про контакты, это наши контакты. Хотите, пишите, хотите, ну, не звоните, но пишите. Вот, мы с Машей на связи. Вот. Будем, наверное, завершать. Я как бы... Получилось у нас очень длинно, ну, я рад, что вы не уснули. Маша, огромное спасибо. Вот. Я рад, что мы разыграли карту. Плохой спикер, хороший спикер. Ну, ну, я шучу, шучу, шучу. Вот. Спасибо всем огромное. Значит, еще раз на всякий случай дублирую. Последний раз на Google Диск, где два списка и программа курса. Забирайте презентацию, забирайте списки и программу курса. Приходите на курс, давайте учиться вместе, давайте двигаться. Мы готовы делиться своим опытом, реальным практическим опытом. Спасибо всем огромное. Я полетел. Да, спасибо большое еще раз за внимание. Жалко было мало вопросов. Я люблю вопросы и комментарии. Окей. Да, вопросов было мало. Все. Маша, спасибо тебе огромное. Спасибо, Татьяне. Спасибо. Спасибо большое. Да, до связи. До встречи на курсе. Всего доброго. До встречи на курсе.